Двухэтажный многоквартирный дом В двухэтажке самостоятельно эвакуировались 50 человек. На месте работали 7 машин-спасателей и 36 человек личного состава. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Она в доме старая и от большой нагрузки могла оплавиться. В конечном счете от дома практически ничего не осталось. У Алексея, живущего на втором этаже, в квартире рухнул потолок. Со стороны дома я заметил дымку в окно. Тоже стук слышал. По дверям прошлись и пожар. Потом глянул в окно. Что-то тут суетение. Дымка уже пошла во двор. И собрался, надел брюки, футболку. Документы взял и выбежал. Ударил электрошокером и прыснул в лицо газовым баллончиком. Неадекватный мужчина напал на красноярку с собакой по улице Матросова. По словам женщины, она просто сидела на лавке. Когда к ней подошел незнакомец и начал агрессивно себя вести, утверждая, что это его лавка и ее требуется освободить. Когда собака увидела, что кто-то размахивает руками перед ее хозяйкой, то побежала и начала лаять. В этот момент мужчина достал электрошокер и ударил собаку. А потом начал прыскать ей в глаза газовым баллончиком. А когда женщина начала кричать, то он направил струю газа и ей в лицо. У женщины потемнело в глазах, она упала на землю. На помощь ей пришел сосед. Это уже не первый случай нападения на женщин с собаками в этом районе. Жуткие крики на помощь, плача отважные соседи, которые пытаются задержать бушующего мужчину с ножом. Такой выдалась суббота для норильчан. Скрутить и обезвредить пришлось мужчину, нападавшего на людей. Конфликт начался с того, что он решил разобраться со своей сожительницей. Говорит, эта мысль внезапно возникла у него в голове. Он взял нож и направился к ней. По пути он встретил своего пасынка. Тот первым попал под горячую руку. Мужчина ударил 12-летнего мальчика ножом в шею, а после пошел в квартиру. И этим же ножом нанес женщине несколько ударов. Она скончалась на месте. После чего Душугуб выбежал на улицу и продолжил свои жестокие действия. Остановить его пытались соседи. Под раздачу попали и очевидцы. Одного мужчину ранили в плечо, другого под ребра. С ранением осталась и женщина. Приложить усилия пришлось и полицейским, приехавшим на задержание. Дебошир вырвался, пинался и пытался убежать. Директор кафе, в котором работала убитая, рассказал, что покойная мать постоянно снилась мужчине и просила убить сожительницу. По ее просьбе он и сделал это. Кроме того, у пары есть совместные дети, но в отличие от пасынка они не пострадали. Сейчас правоохранители ведут расследование. Предварительное следствие установило, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения, а накануне еще и принял медицинский препарат. В настоящее время подозреваемый задержан. Временно он помещен в психоневрологический диспансер. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Пострадавший от его действий сейчас в больнице. Состояние 12-летнего ребенка остается без изменений. Он находится в медикаментозном снепноаппарате искусственной вентиляции легких. Даже для тех жителей района, кто не видел личную жестокость мужчины, случай стал устрашающим и удивительным. Ни руганий, ни каких перепалок, выяснений отношений такого на улице у нас в районе не встретишь. И даже по сей день, когда я прохожу через этот двор, немножечко очень удивляет от того, что это произошло. Прямо буквально в пару метрах, пару десятков метров от меня. И это очень сильно поражает и очень сильно ужаснуло меня. В двор, где произошла страшная трагедия, до сих пор выглядит устрашающе. Кровь на снегу напоминает о случившемся. Возле школы, которая находится рядом с местом происшествия, дежурит Росгвардия, а сам двор патрулирует полиция. Ксения Игоря Чихина, 7 канал. В Канске задержали мужчину, который очень развратно вел себя на глазах у детей. На языке правоохранителей он совершал преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По версии следствия, в прошлую пятницу подвыпивший мужчина увидел компанию из двух девочек 11-14 лет и одного 13-летнего мальчика. На глазах у подростков он начал заниматься непотребством и звал их пойти с ним. На выходных его разыскали и задержали. Выяснилось, что это не единственное его преступление. Точно таким же непотребством он занимался и в автобусе. Извращенец приехал к нам из соседней страны. На территории России он находился нелегально. Теперь ему грозит от 12 до 20 лет колонии. Двух женщин сбили на пешеходном переходе возле дворца бракосочетания на улице Дубровинского. Одна из них перелетела через машину и рухнула на асфальт. Водитель, молодой человек, на отечественном вазе мчался на большой скорости и начал перестраиваться в соседнюю полосу перед пешеходным переходом. Из-за чего вовремя не заметил людей на дороге. Одна из пострадавших не успела отскочить в сторону. Она от удара проскользила по капоту и перелетела через крышу машины, упав после этого на асфальт. Вторая пострадавшая получила менее сильный удар. Одну сюда сбросила. Он так летел и на переходе прямо. Прямо на переходе? Прямо на переходе. Я же вот стоял в 20 метров. Он мне оборзил, он горшок полным хоком. Он тормозол кушал. Тормозол-то он мог где-то? Не зависит. Коммунальщики показали, что им приходится доставать из засорившейся канализации и впечатлительным улучшенной полминуты прикрыть глаза. Это произошло рядом с домами, жители которого весь день обрывали телефон краском и жаловались на засоры бездействия коммунальщиков. Специалисты в течение дня выезжали на место 9 раз и каждый раз извлекали из труб вот такое месиво. В этой куче ватные палочки, салфетки, средства гигиены и прочие бытовые предметы. Все, что выбрасывать в унитаз нельзя. Местным жителям повезло, что засорились только трубы. Если бы из строя вышел насос, система канализации вышла бы из строя надолго. С начала года коммунальщики 5 тысяч раз выезжали на прочистку засоров. В Москве задержали бывшего красноярского чиновника Ивана Кибардина. По сообщению Лефортовского суда, его обвинили в покушении на мошенничество. По некоторым данным, с собой у чиновника был чемодан с 18 миллионами рублей. В Красноярске Кибардин работал руководителем аппарата краевого правительства. С 2018 года он перешел на работу с заместителем председателя правительства Алтайского края. Этот регион возглавляет другой бывший красноярский чиновник Виктор Томенко. В здании Алтайского правительства также прошли обыски. Подробностей задержания пока нет. Известно, что суд отправил Кибардина на два месяца в СИЗО. В Красноярск пришли дожди. Такая погода продержится всю первую половину недели, но с каждым днем столбик термометра будет уверенно ползти вверх. Завтра, во вторник, синоптики обещают нам плюс 18. В среду плюс 21, но по-прежнему будет идти дождь. В четверг погода мало изменится – 20 выше нуля и осадки. Обещают, что дождь прекратится в пятницу, но небо пока будет закрыто облаками. Потеплеет до 24 градусов. В субботу воздух прогреется до совершенно летних – 26. Выглянет солнце. В воскресенье поднимется ветер, но будет также тепло. Осадков не обещают.